На защите прав человека. Наринмар стал площадкой межрегионального форума «Права человека в арктическом пространстве», «Современные вызовы и опыт регионов». Глава региона назвал три приоритетные стройки в медицинской сфере. В списке значится окружной туб-диспансер. Альневоды из ПКХАРП обсудили с прокурором округа и омбудсменом мира социальной поддержки отдельных категорий граждан. Встреча состоялась в рамках работы выездной мобильной приемной прокурора Ненинского округа. Здравствуйте! С главными событиями к этому часу с вами в студии Илья Сахаров. Омбудсмены из 21 региона нашей страны обсудили лучшие практики российских регионов в области защиты прав и свобод человека. Сегодня в окружной столице прошел межрегиональный форум «Права человека в арктическом пространстве. Современные вызовы и опыт регионов». Несмотря на то, что государством создан объемный комплекс мер поддержки для реализации прав человека в условиях арктического пространства, современные вызовы приводят к изменениям правозащитного механизма. Межрегиональный форум стал площадкой для поиска ответов на вопросы о развитии правового пространства в Арктике. Уполномоченный по правам человека в Рязанской области на примере своего региона рассказала, как соблюдаются права пожилых людей и инвалидов. По словам Натальи Епихиной, благодаря соглашению, заключенному между областью и нашим регионом, 32 жителя Ненецкого округа проживают в домах для инвалидов и интернатах Рязанской области. «Ваши граждане Ненецкого округа, с которыми я встречалась, они сами организовывали мероприятия, как раз в библиотеке. Удивительно, когда я пришла, они еще выступали, пели любимую, вчера которую все пели, песню «Пананьян Мар». Но, что сказать, очень довольны все. Не было, то есть я разные вопросы задавала, все очень довольны обслуживанием. Есть те, которые недавно прибыли, конечно, они еще скучают. Скучают по своей родине, скучают по своим родственникам. Форум «Права человека в арктическом пространстве. Современные вызовы и опыт регионов» нацелен на развитие межрегионального сотрудничества. Ожидается, что участниками межрегионального форума станут более 200 человек. Это представители законодательной и исполнительной власти региона, надзорных органов, а также руководители организаций и учреждений округа. Глава региона Александр Цибульский провел встречу с трудовым коллективом окруженного противотуберкулезного диспансера и осмотрел здания учреждения, в которых оказывают медицинскую помощь населению. Ну, чтобы ускорить диагностику, вот приобрели на новый анализатор бактерий. Вот это вот, это вот самое оборудование, дорогой. Вот здесь происходит явление лекопателий, есть ли они биологические материалы, и сразу идет определение тест лекарственной чувствительности. То есть, после того, как аппарат нам скажет, чем лечить, мы назначаем это пациентом по 24-й год, и аппарат, как и у нас лечить, мы его разберем. Лаборатория и клиника-диагностическое отделение ТУП-диспансера полностью оснащены всем необходимым оборудованием в соответствии с приказами Минздрава. В 2017 году в бактериологическую лабораторию была приобретена полностью автоматизированная система для ускоренной постановки диагноза. Ответ мы ждали три месяца, а этот аппарат нам в течение 42 дней можем выдать ответ отрицательный. А от 4 до 10 дней он выдает положительный ответ уже. Противотуберкулезный диспансер располагается в шести зданиях, три из которых – 43-го года постройки. Самое молодое, амбулаторное, введено в эксплуатацию в 1988 году. В 2016 году в корпусах проводился косметический ремонт. В начале текущего года – замена оконных блоков в детском и взрослом отделениях диспансера. Главный вопрос, который волнует сотрудников учреждения на сегодняшний день – строительство нового здания. Проблема о том, что необходимо строить здание новое, она очевидна и не оспаривается, но готового решения проекта пока нет. В этом направлении начнем двигаться в следующем году. Скорость принятия решения и начала строительства будет зависеть от того, насколько мы сможем получить федеральные деньги на пристройку больницы. Если мы сможем там заместиться в большом объеме за счет федерального бюджета, то строить топ-дюс-пансер начнем быстрее, за счет окружного. Если нет, то, соответственно, будем разбивать, чтобы это делать параллельно, потому что и там, и там есть проблемы с людьми. Глава НАО обозначил три объекта, которые на сегодняшний день являются приоритетными в медицинской сфере. Это пристройка к Нинецкой окружной больнице, инфекционное отделение и противотуперкулезный диспансер. На данный момент администрация работает над привлечением федеральных средств для строительства первого из названных объектов. Обеспечение лекарственными препаратами, порядок доставки дров, пенсионные выплаты, меры социальной поддержки пенсионерам и детям. Эти и другие вопросы обсудили оленеводы 5-й бригады. Сельхозпроизводительного кооператива «Харп» с прокурором и омбудсменом во время работы выездной мобильной приемной прокурора Нинецкого округа. Такие встречи с работниками отрасли, находящимися в труднодоступных районах округа, ежегодно проходят во время сезонной миграции олейних стад вблизи города. А бывают факты незаконного отстрела? Бывает. Ну, мы сегодня на контроль поставили начальнику ОМВД, чтобы было сопровождение. Самое главное – в этот район, в него города когда идем. В сельхозпроизводственном кооперативе «Харп» «Семь оленбригад» они выпасают более 10 тысяч оленей. География Пазбич простирается далеко с юга на север к самому Баренцеву морю. Раз в году оленеводы проходят рядом с городом. И в это время они имеют возможность получить квалифицированную юридическую консультацию. А вопросов и проблем у оленеводов немало. Одна из них – обеспечение лекарствами первой необходимости. Лекарства были просрочены в аптечках, поэтому все эти аптечки, которые были выданы работникам СПК «Харп», они изъяты. Сейчас проводятся новые торги, закупаются нормальные лекарства. И уже часть новых нормальных лекарств мы привезли вам. То есть на каждого оленевода, чумоработницу, а также несовершеннолетних, которые заняты в оленеводческих хозяйствах, также ежегодно должна предоставляться одна медицинская аптечка. То есть состав лекарственных препаратов определяется департаментом здравоохранения ежегодно. Каждый имеет право на получение одной аптечки. Помимо прокурора в работе мобильной приемной принимают участие уполномоченный по правам человека Лариса Свиридова и депутат Архангельского областного собрания Матвей Чупров. Вопросов много, начиная от экологической обстановки в местах пастбищ и до качества строительства жилья для оленеводов. Душевая там не работает, бодриня нету ничего. Фундамент у тебя подмыл сейчас. Фундамент тоже у него вырвало, все там. Каждый на воде нету, потому что... То есть там отсыпки нету, да, не укрепление? Мы заходили в эти дома, когда они строились еще на стаде строительства. Надо посмотреть, когда... Еще один важный аспект – доставка детей и подростков на лето в стойбище. Многие ребята с удовольствием помогают родственникам в оленеводстве. Но по закону доставлять на льготных условиях в чумы детей могут только родителям, а не бабушкам, дедушкам и тетям. Каждый год прилетает сюда племянница моя. А так в этом году сказали, что возможно даже не будет. Тут же чисто, в которой тундра работает, оленеводы. Как раз мы говорим, а ей возраст какой у нее? Сегодня 14 лет. В ходе приема даны разъяснения действующего законодательства. Принято письменное заявление по вопросам транспортного сообщения, медицинского обслуживания, работы красного чума и врачей в стойбищах, незаконного отстрела оленей, большого числа бродячих собак, создающих угрозу северному оленеводству и распространение бешенства. Принято пять письменных обращений. По всем обращениям организованы проверки. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север». Глава региона Александр Цибульский посетил школу номер пять, которая в этом году отметила 65-летний юбилей. Директор учреждения Наталья Чалова показала руководству региона учебные классы и приобретенное оборудование для организации образовательного процесса. В последние годы учебные классы оснащались интерактивными досками, современной школьной мебелью. В рамках своего визита глава региона осмотрел кабинеты информатики и химии, спортивный зал и школьную столовую. Особый интерес у Александра Цибульского вызвали экспонаты школьного музея. Проект по его оснащению получил поддержку в конкурсе грантов компании «Лукоэлл». Вот такая была пятая школа, огромная деревянная, а до этого она была в одноэтажном здании, совсем маленькая. И вот из этой школы строим, учителя вместе с детьми переходили вот в это здание, уже современное. По словам Натальи Чаловой, школа номер пять успешно развивает свой собственный центр доп. образования. На базе учреждения реализуются программы в области искусства, физкультуры и спорта, а также технического, естественно-научного и социально-педагогического направлений. В этом году школа номер пять отмечает 65-летний юбилей. Я хочу низкий поклон поблагодарить и поздравить ветеранов, которые сегодня выходили. Конечно, то, что сегодня говорят такие теплые слова, это в первую очередь ваша заслуга, ваш трудовой подвиг, если хотите, и мы безмерно вам за это благодарны. Я хочу сказать, что я преклоняюсь и перед современным учителем. Вот то, что сегодня вы делаете, это вообще фантастика. То, что сегодня мы закладываем в наших детей, это то, как мы с вами будем жить в будущем. Глава НАУ также вручил почетные грамоты администрации, учителю информатики Эльвире Карипановой, учителю начальных классов Нелли Митькиной, заместителю директора по учебной части Юлии Ядрихинской. Благодарственными письмами и губернатора отмечены педагоги Любовь Бажукова, Татьяна Канева, Татьяна Кустышева, Марина Поликарпова, Татьяна Макарова, а также бухгалтер учреждения Лидия Кузнецова и директор школы Наталья Чалова. Пять начинающих предпринимателей получат гранты из окружного бюджета. В ближайшее время Департамент финансов и экономики НАУ заключит с ними соглашение, и средства будут переведены на счета предпринимателей. Результаты конкурса стартапов опубликованы на сайте Центра развития бизнеса НАУ. При окружной поддержке в НАУ появится рыбоводческое предприятие. Ненецкая рыбоводческая компания получила на создание и развитие проекта 1 миллион рублей. Предприятие будет заниматься инкубацией икры рыб сеговых пород. Продукцию предприятия планируется реализовывать недропользователям, которые обязаны восстанавливать водные биоресурсы на территории своей хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством. По 500 тысяч рублей получили три индивидуальных предпринимателя. Екатерина Ницветай планирует при господдержке открыть Центр оздоровительного плавания дельфиненок. Кристина Шарапова – студию постановки голоса и ораторского искусства «Соловей». А Юлия Абрамова – провести модернизацию пиццерии. Еще 500 тысяч рублей получит компания «Фурион» на открытие кофейни «Нао Кофе». Гранты предоставляются на безвозмездной основе для софинансирования расходов предпринимателей. Соискателю гранта необходимо предусмотреть собственные расходы на реализацию проекта в размере не менее 15% от суммы получаемого гранта. Следующий конкурс бизнес-грантов запланирован на май 2018 года. В региональном отделении партии «Единая Россия» формируется состав участников предварительного голосования. Одним из первых подал заявление специалист по работе с молодежью Центра региональной молодежной политики «Нао» Владимир Абрамов – кандидат в депутаты окружного собрания. Свои 29 лет Владимир успел окончить три вуза. Имеет дипломы специалиста коммерции, педагога-психолога и специалиста по управлению. Все они востребованы в его сегодняшней работе. Работу в Центре региональной молодежной политики Владимир Абрамов успешно совмещает с малым бизнесом в сфере питания. В этом году он собирается баллотироваться в окружное собрание депутатов и решил пройти процедуру предварительного голосования. В интервью нашему телеканалу Владимир рассказал, что подвигло его к участию в предварительном голосовании и какие темы он собирается поднимать в случае регистрации. Второй год я являюсь членом общественной молодежной палаты при собрании депутатов «Нао». Интересна была деятельность депутата и решил себя попробовать именно на роли депутата. Как подготовились к предварительному голосованию? Какие вопросы вы будете поднимать? Наверное, в первую очередь, так как мы молодежная палата, вопросы связаны с молодежью, вопросы образования, ну и все, включая связанные с молодежью в первую очередь. Выдвижение участников предварительного голосования пройдется 2 апреля по 8 мая, тогда как их регистрация должна пройти не позднее 13 мая. К этому же сроку должен быть сформирован список участников предварительного голосования. Единая Россия – единственная политическая сила, которая открыта и публично проводит отбор кандидатов для последующего выдвижения представительного органа власти различного уровня. И основная задача как регионального отделения, так и оргкомитета – способствовать, чтобы молодые, новые лица могли проявить себя в политической жизни округа. Единый день предварительного голосования Единой России состоится 3 июня в тех регионах, в которых 9 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. С начала года по льготным тарифам в Архангельск, Сыктывкар и Киров перевезено более 3 тысяч пассажиров. В департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАО подвели итоги пассажирских перевозок, осуществляемых авиакомпаниями по специальным тарифам, субсидируемым из бюджета округа. Авиакомпания «Нордавиа» осуществляет перевозки по специальному тарифу на маршруте Наринмар-Архангельск. По итогам первых трех месяцев было перевезено свыше 10,5 тысяч пассажиров, в том числе 1651 пассажир по специальному тарифу. На компенсацию недополученных доходов авиакомпания получила субсидию из окружного бюджета в размере 7,5 миллионов рублей. Стоимость специального тарифа по маршруту Наринмар-Архангельск составляет 5000 рублей с льготной квотой 10 мест на каждом рейсе. В соответствии с постановлением администрации НАО, благодаря субсидии, билеты по специальному тарифу могут приобретать пенсионеры и молодежь до 23 лет. Также из окружной казны на условиях софинансирования из федерального бюджета субсидируются рейсы из Наринмаров, Киров и Сыктывкар. Перевозчиком по данным направлениям является Коми Авиатранс. За первый квартал 2018 года компания перевезла по специальному тарифу 1733 пассажира. Сумма окружной субсидии составила 5,7 миллиона рублей. Столько же добавлено из федерального бюджета. Стоимость билета до Кирова составляет 5640 рублей. До Сыктывкара – 4190 рублей. Специальный тариф по данным направлениям распространяется на все пассажирские места. Карантин во всех школах округа объявлен управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Неницкому округу. Причиной вынужденных каникул стало повышение эпидемиологических порогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Учебный процесс во всех общеобразовательных учреждениях Неницкого округа будет приостановлен с 17 по 23 апреля включительно. Специалистами установлено, что в отчетный период за медицинской помощи с симптомами ОРВИ в учреждения здравоохранения НАО обратилось 955 человек, в том числе в городе Новинмаре и поселке Искатели в совокупности 686 человек. Кроме того, в апреле в округе лабораторно подтверждено 10 случаев гриппа тип А. Из них 4 у взрослых и 6 среди детей. В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории Неницкого округа 17 апреля приостановлен учебно-воспитательный процесс в очной форме во всех общеобразовательных организациях региона. Кроме того, отменяются массовые занятия в закрытых помещениях в организациях дополнительного образования. Ограничения действуют до понедельника 23 апреля включительно. Такова была информационная картина к этому часу. До встречи в эфире.